короче пипец у нас слава богу мы отменили главные дела сегодня должны были по здоровью еще делать у нас больше 30 градусов а жеребенок решил сделать нам подарок расхерачивался весь грудак а у нас закончилась шеряльня в общем есть у вас с лошади готовьтесь к тому что они будут что-то все драть даже же ребята и некоторые говорят а моя лошадь вообще ни разу не царапалась хочет сказать мат вам повезло а вот мне почему-то всегда встречаются лошади которые все время друт себя и без шеряльни лошадей держать вообще невозможно вот у нас сейчас родился сколько пять дней блин не прошло же ребенку а он расфигачивать себе всю грудину он дикий у нас нет недоустка просто попадут и нет даже препарат чтобы его ширнуть у него вот так все висит пришлось ехать в город покупать препарат чтобы его сейчас вырубить мы еще такие довольные приехали в магазин съездили в общем у вас что-то случается надо надо промокнуть рану ваты промакивать рано нельзя поэтому берем бинт вот такой вот бинт отрезаем говорим в аптеке самый широкий вот так ложим вот так хопа вот так складываем раз складываем два складываем к друг другу края и потом пополам и получается вот такая штучка сразу все готовим я думаю у меня есть трицелин это такой порошок чтобы в рано засыпать трицелина нету оказалось я думала у меня есть шовный материал оказалось и шовный материал испортился зашивать надо прямо сейчас в город ехать это еще два часа сейчас у нас жара и алиэкспресс я уже не зашивала они ужасные плохие но больше варианта нет так все открываем заранее так глубокие раны значит перекись водорода потому что за то время пока меня не было уже яйца мухи отложили свои после перекись водорода обрабатывать флоргисидином на вокаин на вокаин на вокаин на вокаин тоже для ширяльни для промывки антибиотик будем делать потом с на вокаин бедному а лучше реально добро пожаловать в конный клуб мы лошадники вот называется так будем начинать вот дексантазон только я наберу который сейчас на вес золото но ничего кот ты че не уследил то главный пастуха не следишь за лошадьми как ты мог к виновата его прижала стопудово она к нему относится вот так отвали иди не мешай просто вот так идет прямо он здесь стоит нет она как мамочка типа ру 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 ну вот так вот она просто так идет почему он так отваливает валяется первый раз родила еще чё поделать наверное он там просто стоял и она его как вот так воткнул давить наверное скальпель место нехорошее может все отрежем просто и будет ходить с куском мяса но мы не знаем сейчас что делать потому что мы не можем его осмотреть он дикий на четыре дня и у нас нету условия нас нет денег а у нас нет развязок у нас нет помощниц то есть когда на конюшне можно кого-то позвать девчонок конюхов за ребята тоже делал такое с мамочкой одно движение и он просто сядет на забор и еще больше он идет уже подхрамывает не хромал все хромает сейчас все посмотрим все сделаем все что можно как потом сохранить эту рано не знаю он наш денник еще не достроился сейчас главный лошадь заведем отдельно она будет там стоять здесь диковинку оставим жеребенка чтобы она не мешала на выходит а то я знаю что вы будете говорить что надо все иметь надо этого не допустить много чего надо знаете а нас всего лишь двое а дел дофига у нас подсохла наконец-то еще немного соломы помятой осталось и все сейчас я тебе покажу на взрослой лошади себя адекватно тебя уже болит сильно болит кусается наверно еще только тебе интересно малыш да мамашки не интересен так что это и 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 Очень аккуратно. Хуже вам садиться. Это ни о чем не говорит. Ты не думай пока. Тихо, тихо, тихо. О, блин, а? А тебе вот? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Продолжаем. Вода открылась. В общем, там тоже четвена. Зашивать мы не можем. Вот это, видела? Капеля, а ты еще вот, например, как? Мы не можем это не зашить. Но зашить все мы тоже не можем. Потому что здесь видишь какой-то гип. Угу. Тварину хочешь дышать? Да, мы зашьем только уголочек. И тут вот я его отрежу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Держи его. Очень крепко. Угу. Что это? Наркоз? Безболивающий? Держи, держи, держи! Угу. Подойдет и ткань видишь надувается? Угу. Чуть-чуть. Идет. Ткань, видишь, надувается? Ксенату чувствуешь? Ксенату чувствуешь? Болит даже не чувствует Такая у нас полевая хирургия В общем такая ситуация Жеребенок Очень сильно глубоко порезал Эту часть Ну естественно, как вы поняли В наших условиях нам никто не может помочь В общем он Порезал вот до сюда Вот так вот За неимением машинки То есть мы не можем все это прям побрить хорошо Вот тут проходит вена Ее прям было видно Вот я решила, что я Я зашью только вот тут Где вот проходит вена А вот здесь видите А вот здесь вот Здесь еще был лоскут Я его просто отрезала Я сделала анестезию И просто отрезала его Потому что Потому что я не вижу смысла Вот в этом лопаточном Вот в этом сочленении Делать в таких полевых условиях Такие вот швы Плюс у нас жаркое запекло У нас очень жарко И у нас вот видите Вот тут я сейчас отрезала Видите как выглядит Это живое А теперь видите кто режет скот Вот это что такое Вы знаете что это Это поджарившееся уже Фасция Это поджарившееся мясо Вот видите Вот видите Оно по краям поджарилось Это все из-за жары Вот с этой стороны свежее Я кусок отрезала Чтобы карман не образовывался глубокий Видите оно как выглядит свежее А вот это уже этот Если у вас есть возможность Необходимо вот это все побрить Я сейчас побрею все что смогу дальше Вот Если есть вены, сосуды Внутри в общем я промыла Сначала перекисью Все осмотрела Потом промыла хлоргексидином Обязательно Потом сделала анестезию Блокаду на локаиновую Потом засыпала туда бицелин Или вы можете засыпать трицелин Вот Потом решила зашить Немножечко совсем Где проходит вена большая Вот здесь вот она проходит А здесь отрезала Теперь вот это будет заживать А весь гной Будет вот с этой стороны выходить Да А мы будем только обрабатывать И делать естественно антибиотики Большая доза Вот и все В принципе Так он живой? Да В принципе я считаю Что постарались не на славу Сейчас я еще немножко тут подшаманю Встаем пока Встаем пока А дядя Пока не встаем Прижигаю тебе Вот Все у тебя будет хорошо Все живет Главное что вену надо закрыть Вот Не все раны нужно зашивать Очень с лошадьми тяжело Когда нету Чем усыпить Потому что животное буйное Все прижгла Вот Вот Ну уже заканчиваем Все Ага Эти плечки мы уже сделали Противоспалительные Мы уже сделали Этот алюминь Этот алюминь Его можно прямо вот у него сейчас здесь Вот то что вот тут осталось Это фастия То есть она припеклась на солнышке Поджарилась нам как барбекю Это фастия открытое Вот мясо Вот Фастик Это когда мы Снимаем Когда мы фарш делаем Фастик Снимаем мы с мяса Знаете да Чтобы это Покрутилось хорошо Этот фастик А сейчас припеклась Нет Здесь считаю Мы сделали все отлично Ребенок жив Теперь будет следующая стадия Теперь надо его поднимать И вот это место надо будет закрывать Все Довольно Спине Нет Вот так Вот Вставим Вот В然ю В Fro hoop Дышу Зачем Я думала это спина будет Я нет А потому что ты слишком много отрезанивая шею А спина Innovative Вот так, молодец. Какой хорошенький, прикольный. Дырку взял? Ну иди за ножницами. Все, сейчас, все. Тихо. Ну ты что? Доктор, все, началось. Какой же утром? Доктор, ну подожди. Парусик. Тихо, отпустим. Так, все, так, иди сюда. Ну слава богу. Ну слава богу, пьет сразу, сисечку сосет. Или не отпускать ее пока? Не, не отпускай-ка. Он же при наркозе. Через часочек отпустим. Можно сену ее кинуть, чтобы она успокоилась. Ну что ты опять толкаешь ты его, но? Вроде не смею там ее? Не должен вроде? Вроде завязали, да, нормально. Что сказать? Конечно, будет куча, наверное, гневных комментариев, почему все так грязно, где оперполе, почему все чисто не побрито, почему оперполе не обработано йодом, где пинцет при зашивании, почему не использованы. Там мы использовали обычные нитки для швейни, если что. И все такое. Все вот эти инструменты для зашивания и прочие, все эти нитки, они тоже стоят очень дорого. Оказывается, у нас они уже испортились. А сегодня у нас было до 35 градусов. И когда мы, получается, это увидели? Короче, совершенно не было времени. искать. Вообще были в магазине. Совершенно не было времени искать все эти нитки, инструменты. Я бы даже не стала, их даже я бы не нашла, потому что инструменты надо все заказывать. Вот. Нитки, которые продаются в ветаптеках, мне вообще не нравятся, это все надо заказывать. Даже швейные нитки лучше, чем на те, которые в ветаптеках продаются у нас. В общем, я к чему? Те, кто хочет писать негативные комментарии, пишите. Самое главное, что мы все сделали. Он ожил, он только родился. Мы точно не знаем его вес. И получается, ему еще недели нет, а мы ему уже ставим препараты. Это не наркоз, конечно. Седативные препараты тоже опасны. Вот. В таких болевых условиях. Что хочу сказать? Мне вообще все. Я устала. Ничего больше не могу говорить. Я заколебалась. Я так себя плохо чувствую. Я, блин, после больницы не могу себе прийти. Но я нисколько не удивлена. С этими лошадьми все время такая фигня. Не один, только другой. Вечно, блин, будет стоять. Я не знаю, что будет стоять. Да на ровном месте себе порежется где-нибудь. Просто будет дерево стоять сто лет. На сто первый год лошадь мимо пробежит и останется без ноги. Просто в поле будет стоять дерево. Даже не острое. Ну вот, не знаю. Вот. Всегда так. А так лайфхак. Вот я вот сколько с лошадьми всегда зашивала нитками. Ну вот, потому что когда такие ситуации происходят, почему-то у меня никогда не было ниток. Во-первых, ну у меня не было диплома там, я не работала. И просто я брала нитки швейные и зашивала обычной иголкой и ниткой швейной. Хотите верьте, хотите. Да все нормально заживало. Вот. Главное помнить, что естественно они не рассасываются. Ребята, через недельку-другую надо швы снимать. А то это все загниет. Да, да. Вот. Надо было действовать в общем быстро и мы все сделали как можно быстрее. И с тем, что имели. Если скажете, что не надо было его усыплять, я не знаю. А что делать тогда? Что делать с жеребенком новорожденным в полевых условиях. То есть у нас нет денека, у нас нет рабочих. Да даже если б был денек, что делать с новорожденным, диким, неоповоженным жеребенком. Он не в курсе вообще даже ни о чем. Лучше, ну не знаю, для меня негуманно даже было бы позвать, наверное, там пять человек, чтоб они его там держали. Ему было бы больно. Я же ему все обрабатывала, все посмотрела, вычистила. Там у него вена была живая. Это же очень больно, вы представляете, в мясе ковыряться. Ладно, зашить не так больно, обрабатывать больно. Кусок я отрезала с мой палец. Представляете, как это больно? Нет, я так не могу, пускай лучше спит. Ну свиней, конечно, мне не жалко кастрировать. На ферме навидалось ты, конечно, что там жалко. А жеребенка-то жалко на живую такие куски отрезать. В общем, вот такие вот дела, не обессудьте, всякую фигню не пишите, вот. Как по делу, если что. Я устала, мы идем пить чай. Давайте, всем пока. Пока.